Максим Цыпков, несмотря на то, что он будет сейчас говорить, он наш, он айтишник, но благодаря его увлечению различными нетрадиционными методами, в смысле спиральной динамикой и прочими интересными вещами, гуманитарии признают его за своего, и в качестве недавно один из очень, как это, больших экспертов в области консалтинга, трансформации обычных предприятий назвал Максима одним из лучших специалистов в области организационной, Марк Розин, в области как раз новых форм организации работы. И надо сказать, что это дорогого стоит, поэтому человек, который одновременно и наш, и уже не наш, представляю как-то еще одну неординарную точку зрения на то, что происходит в современности, в окружающем нас мире. Спасибо. Меня слышно? Хорошо. Хорошо. Значит, тогда о чем я буду сегодня говорить? Я буду говорить как раз по основной теме конференции о том, что сейчас надо мыслить проектно, смотреть как раз на проект целиком. Анатолий Левенчук это хорошо показывал несколько докладов назад и еще будет показывать вечером, что артист должен знать не только свою роль, но и всю пьесу целиком, а также понимать зрителей, ради которых он ее играет, и взаимодействовать с ними, с товарищами по команде и так далее. И, в принципе, вот эта проектная рамка, она была всегда, но она понималась на самом деле по-разному. И вот можно выделить несколько, есть даже отдельная книга Энтони Лаудера «Культура программных проектов», где он выделяет четыре этапа становления этих культур. Я рекомендую, читайте. На нее есть еще подробная рецензия Стасов имена. Самое главное, что каждая культура породила свои учебники. И вот описания культуры в учебнике нет, оно неявно предполагается в контексте. А дальше, когда вы учебники, написанные в разных культурах, пытаетесь совместить, выясняется, что совместно они работают плохо, потому что полагания о контекстах разные. Поэтому надо разбираться не только в современной культуре, а во всех историях, потому что многие учебники дошли до нас из тьмовиков и книги, можно сказать. И, собственно, можно выделить четыре этапа. Мои чуть-чуть отличаются от Лаудера, но, в общем, можно пользоваться любой. Только Лаудер писал книгу относительно давно и до современности не доведена. И сначала у нас была эпоха, когда компьютеры были большие, а главное было написать, собственно, работающую программу на каком-нибудь ассемблере. Сейчас это тоже встречается, сложные фреймворки и так далее. Потом программ стало писать много, стоимость стала небезразлична, и пришла следующая эпоха менеджмента, руб, когда программа должна быть еще и сделана вовремя за бюджеты, сроки и так далее. Это получалось очень плохо. И программы, главное, они, конечно, работали, но они делали не то, что нужно. И для решения этих противоречий, как контрспособ, альтернативный возник, agile, время скрам, движемся к цели, постоянно навигируемся. И вот важно, что делают то, что нужно. А сейчас можно выделить новое время с ориентацией как раз на удовлетворенность стейколдеров, достижение бизнес-целей, которые эти стейкхолдеры хотели достигнуть. Собственно, IT-система обеспечивает бизнес. И как пример, это все может проявляться и сейчас. Сделать механизм шаблонов для ввода типовых документов. Прилетает такая задача. И, соответственно, если ее делать в научной культуре, то инженер прежде всего посмотрит весь спектр шаблонов, их много, запрограммирует сложный механизм настройки шаблонов, который никто кроме него настроить не может. У каждой культуры есть оборотная сторона. Менеджер спросит, как быстро надо сделать. Получит ответ вчера и подешевле. Поэтому выделят типовые случаи. И в результате система получится очень жесткой. Шаг вправо, шаг влево по вобегу. И 30% сложных случаев в ней будет сделать в принципе невозможно. В agile будет быстрая серия прототипов с последовательными решениями и усложнением шаблонов. Что очень хорошо. Только первые версии окажутся почти неработоспособными. И если их показать конечным бизнес-пользователям, то они могут спросить, что это за команда таких непрофессионалов тут работает. Это вообще про что? Тут другая оборотная сторона. И вот новое время. Там, соответственно, начнется все с целевых групп пользователей, работа с ними и создание все-таки того, что нужно. MVP. Это такой вот был обзор. А теперь подробнее про все это и про проектное мышление в каждом этапе. Собственно, в эпоху неокр создавались большие сложные системы, а проекты делал квалифицированный персонал. Все равно они фылились. Брукс «Мифический человек и месяц» — это вот книга оттуда. И оттуда пришло много книг от гуру, которые по-прежнему актуальны. Но вот их надо понимать, что инвайромент-то был другой. Оно породило V-модель, которой мы пользуемся до сих пор. Вот с поэтапным решением. Но, что интересно, тогда еще специализации не было. Была метафора — это бригада главного хирурга, которые вместе делают операцию. А V-модель показывала процессы. Сейчас это очень часто проявляется, когда мы строим ядро системы, совершенные фреймворки, стремление, фокус настроенности и архитектурном совершенстве. И жесткое неприятие особых случаев, исключений. А еще слабая забота о тех, кто будет работать. Инженеры делают продукт для себя, и это часто выходит боком. Вот. Конечным пользователям. Собственно, ну вон у нас в компании мы в свое время так сделали объектно ориентированное ядро на Oracle. Вот. Оно до сих пор работает и пережевывает очень много случаев. И в этом нет ничего плохого, если ты понимаешь, что делаешь, и там вовремя ограничиваешь полет фантазии, и понимаешь, где фреймворк уместен, а где надо сделать быстро целевые картины решений. И, собственно, проблема-то с этой культурой в том, что нужны квалифицированные кадры. Массовая потребность в проектах. Когда появились персоналки, то стало можно не ставить компьютеры дома в первую очередь, а ставить компьютеры в небольших и средних фирмах, чтобы автоматизировать их процессы. Процессы у каждого свои. Разработчиков стало нужно много и разработки. И, собственно, была идея применить принципы промышленного производства. Разделить на этапы, зоны ответственности и прочее. С этим связанная вещь. И, собственно, вот тогда на V-диаграмме появились специализации. Каждый знал свой кусочек, играл свою роль, не очень думал о пьесе в целом, потому что главное сопрячься с соседями. А о пьесе в целом, вон есть руководитель проекта, дирижер, вот он пусть думает. Собственно, и главная идея, которая заложена в эти методы, это убрать всю неопределенность, которая есть в любом IT-проекте, в проектировании, на этап проектирования. Как это сделано в проектировании автомобилей, самолетов и прочего. А дальше получить предсказуемое производство. То, что убрать нельзя, заложить в риски. И тут возникают проектные треугольники и прочие замечательные схемы вокруг этого, которые PM должен, получив проект, контролировать и дойти к завершению. Это базируется на такой метафоре, что конструирование самолетов, есть тоже этап проектирования, есть этап производства, когда самолет делают, и в общем-то он летит. На самом деле проблема в том, что в IT эта аналогия неверна, потому что код, эта спецификация, только очень подробная. А то, что делает завод, делает компилятор по команде Build очень быстро. Что вызвало свои специфику, например, отладку с переделкой кода. Это было осознанно в 90-х годах. Есть классическая статья Ривса на эту тему. И она известна. Собственно, и именно поэтому, потому что неопределенность в проектировании убрать нельзя, Рупп и потерпел. И вот эти методы промышленного менеджмента потерпели неудачу. Причем тоже это узнали давно, в 87-м году PeopleWare, Том Демарко, Человеческий фактор. Книга актуальна, до сих пор актуальна, читайте. Хотя в 90-х группа товарищей, гуру, реальных которых собрали в Rational, попробовала все-таки построить совершенную машину, Rational Unify Process, но тоже не получилось. Процедура увеличила стоимость. Это получилось. Контроль рисков. А вот изменчивость и обеспечить не получилось. Вероятность успеха повысить тоже. В общем, много проблем. Как я уже сказал, персоналки эти вызовы сильно увеличили. И как ответ на это, как асимметричное решение, у нас любят говорить про асимметричные ответы, родился и Джайл из Крам. Асимметричный, потому что он поставил во главу не процессы, а ценности и людей. И, собственно, раз планирование не работает, надо не пытаться тщательно запланировать, а следить за траекторией и постоянно наводиться. Раз процедурно нельзя найти решение, будем искать его коллективно. И так далее. Собственно, вот очень важно, и Джайл родил такой формат, как юзер-стори. И это вот как раз просто холдерского мышления, промышления на месте пользователя. Как роль я хочу сделать что-то для того, чтобы достичь целей. И на самом деле вот эта вот часть для того, чтобы она позволяет разработчику потом при реализации на место пользователя себя поставить. Это вот одна из базовых компетенций и стейкхолдера, и разработчика, и вообще современного мышления. Умеет поставить себя на место другого и помыслить за него. Она вот тут зафиксирована в формате, но это еще надо уметь думать, что вот это не ты будешь достигать целей подготовить отчет, а это будет достигать бухгалтер, гораздо менее знакомый с IT, вот с современными сложными хоткеями и так далее, зато знакомый с другим инвайроментом. И, например, бухгалтер, дальше вопрос, сколько ему лет. Потому что если он родился в эпоху современных онлайн-игр, молодой бухгалтер, то он владеет интуитивными интерфейсами, которые дают соцсети и которые дают всякие эти самые онлайн-игры. И можно в интерфейсах это учитывать. А если он более старшего возраста, то наоборот не владеет. И, в общем, когда ты придумываешь, как делать, надо себя туда поставить. Это вот такая вот мыслить часть такого самого проектного мышления. Другая часть, которую тоже принес Agile. Поскольку мы работаем на результат проекта в целом, то мы перестаем мыслить из узкой проектной рамки. Вот я пришел выяснять платежи, что вы там, как их делаете. И ограничиться этим. Надо с пользователями будущими познакомиться, понять, какие у них проблемы, кто и как будет у вас принимать систему, записать это все. Потому что, когда вы через месяц, два, три к ним вернетесь, вы же это забудете. А может быть, вернетесь не вы, потому что вы переключитесь на следующие задачи или следующий проект, а вернется кто-то другой. И вот эту информацию надо передавать. Это вот часть как раз скоупа проектного мышления, когда вы, приходя за частной задачей, держите общую проектную рамку. И это вот принес и Agile. А если вы будете читать книги, написанные в эпоху РУП, а очень много учебников, например, про работе с требованиями классических, они не про это. Они про то, что вот эти дополнительные активности вредны, они отнимают время, их не надо делать. И вот здесь вот есть культурный диссонанс книг разных школ. И их, соответственно, надо читать, зная культуру вашего проекта. Не у всякого проекта и Agile-культура, у каких-то РУП-культура и компаний. Ну и надо адекватно работать. То, что хорошо в одной, плохо в другой. Вот. А, собственно, вот развитие технологий примерно в то же время породило еще две специализации. UI и юзабилити. Потому что начиналось все с функционального интерфейса, который еще должен быть дешевым в изготовлении. Пользователей научим, куда они денутся. У нас эти корпоративные пользователи. Потом появился паблик веб, и пользователи как-то не хотели учиться сайтами. Им стало нужно быть интерфейсы понятные и привлекательные. Появился UI-дизайн. На что в интерпрайзе был уже следующий шаг. Привлекательно, ладно, никуда не денутся. А вот скорость работы, юзабилити, очень важна. И тем, кто покупает билеты на сайте, как сайты стали интерактивными, это тоже важно. Это вот отдельные линейки, которые принес, тоже возникли в то же время. И сейчас это все развивается дальше. От проектной деятельности мы переходим к непрерывному развитию продуктов, а от качества IT-системы, которая делает то, что надо вообще говоря, к удовлетворенности стейкхолдеров и решению их бизнес-задач. В пределе каждой разработки свой метод. Мне тут показывают, что я катастрофически не успеваю. Но поэтому важно. Каждой разработке свой метод это OMG Essence, альфа проекта, каждая из которых показывает фокус внимания, который вообще говоря и должен держать разработчик. Их семь, их немало. И авторы утверждают, что меньше точно нельзя. Если один провален, то велики риски фейлов. Каждая альфа живет параллельным циклом. На V-диаграмме все идет последовательно. Тут все идет параллельно, и значит эти семь фокусов надо держать в течение всего времени разработки. Надо еще понимать, что термин требования по пути переопределился и сильно расширился. Вот такая вот заодно засада. И собственно цель проекта теперь не автоматизировать известный процесс, а удовлетворить потребности стейкхолдеров. Поэтому V-диаграмма вот так вот видоизменяется. Это тоже надо понимать. Лучше работать на новый. Надо работать с ожиданиями стейкхолдеров. И вот не в смысле Rupa, который говорит, чтобы вам заказали следующий проект. А в смысле и не в смысле и Джайла, который говорит о том, что надо просто быстро-быстро за ними бежать, а в смысле решения их бизнес-задач совместного сотрудничества. И вот то, что успех проектов это удовлетворенность стейкхолдеров и достижение возможностей бизнеса в стандарте зафиксировано. На примере вот диаграмм стандартного проекта, в других тоже жизненные циклы отличаются. И вот появляется такая вещь, мы недавно это на точке сборки конференции аналитиков обсуждали, что вот организовать стейкхолдеров это часть проекта. Вот чтобы, не чтобы они сами организовались и выдали вам бэклог, а чтобы вы как-то с ними взаимодействовали, они все оказались удовлетворены и представляли, что с ними поступают по справедливости. Конечно, все хотелки не сделали, но сделали лучшее, и все довольны. Вот. Сделать социальную систему. А еще совместная работа означает, что IT-система, IT-проект перестал быть вложен внутрь бизнес-проекта и стал совместным проектом, который делается в сотрудничестве. И не так, что в темпе изменений бизнеса, а именно работа над решением бизнес-целей и, может быть, без всякого IT, а просто переорганизации людей. Вот чтобы соорганизовать стейкхолдеров, чаще всего достаточно списка в Excel или каких-нибудь очень простых методов. А вот работа социальная гораздо серьезнее. Собственно, проекты еще и вложенные, которые выполняются разными коллективами, и эту матрешку в соответствии с системным подходом надо видеть и вложенные в ваш, и независимые, и они каждый бежит по своей диаграмме Альф. А на линейке UI, дизайн и юзабилити появился следующий шаг UX, интуитивное овладение интерфейсом. А потом еще и следующий, когда у пользователя много устройств, и он должен мягко между ними переключаться. В том числе внутри одной задачи. И это сейчас проникает, например, в интерпрайз-приложение, отбор товара по интернет-заказу в магазине. Раньше пользователь что? Брал бумажку и шел с ней распечатанную. Отбирал в корзину, потом приносил, ну, сканировал штрих-коды. Теперь у него мобильный телефон, который выполняет роль интеллектуального устройства. И, собственно, он получает задание по нему, с ним идет, ему еще фотки показываются, потому что если там написано красно-синяя куртка, то вот это красно-синяя или синя-красная. В каталоге есть и та, и другая. И так далее. А дальше вообще говоря, и вот обо всем этом надо иметь в виду, а потом дальше ему же, ну, он отобрал, надо бумажку напечатать. А вот с мобильных телефонов очень плохо печатаются бумажки. Есть такая засада. Еще на ближайший принтер, который в корпоративной сети. И так далее. И там вот очень часто возникают вот такие вот несопряженность новых и старых технологий, которые люди, если они мыслят каждый в своей рамке, аналитиков, разработчиков, им не хватает компетентность. Нужна коллективная работа. И к ней надо быть готовым. Собственно, вот эта линейка юзабилити UX родила еще одну цепочку специализаций отдельных со своими учебниками, совершенно не похожими на учебники аналитиков, потому что они написаны еще и в другой культуре. И гораздо позднее. У Юры Куприянова, который где-то здесь на конференции, вот даже вот там сидит, несколько лет назад был роскошный доклад на анализ здесь вот о сопоставлении этих двух разных культур. При этом в теории они друг друга дополняют, и на проекте они оба есть. А на практике есть кто-то один, которому надо брать компетенции и другого. И вот это вот расширение рамки, оно тоже часть нового мира. Итак, подводя итоги, что такое успешный проект? Мы создали качественную систему в соответствии со спецификацией и уложились в сроки и бюджет проекта. Заказчик доволен. Иджайл. Мы создали тот софт, который нужен заказчику, опираясь на обратную связь и сотрудничество. И сейчас главное, что стейхолдеры проекта могут достичь бизнес-целей в соответствии с ожиданиями проекта. В принципе, все эти утверждения очень хорошо дополняют друг друга и кажется, в чем проблема. Проблема начинается там, когда что-то пошло не так. Например, в середине выяснилось, что требования не верны и нужна другая система. В этом случае и РУП, и неокр культуры говорят, что это очень жаль. Но требования мы выполнили, проект надо принять, а дальше за дополнительные деньги мы сделаем, что вам надо в следующей жизни. Иджайл работает не так. Он принял, что это может быть плохо, и поэтому вот частые демонстрации софта, чтобы скорректировать траекторию. И это сейчас ожидается. Но на самом деле ожидаются, и многие заказчики вот этого, ожидают, что если на очередной демонстрации выясняется, что софт не позволяет решить задачу бизнеса, то айтишники садятся совместно с бизнесом и понимают, что делать в этой ситуации. Деньги и сроки являются ограничениями, а задачу надо решить. И вот к этому отношению надо, собственно, быть готовой. Культура ведения проектов — это майндсет. Это частный случай майндсета. И есть такая вот модель спиральной динамики, которая изменение майндсетов описывает. Это отдельная тема, по которой у меня много докладов и статей, в том числе для IT-аудитории. Я начал об этом рассказывать в 2013 году. Вот, впервые прочитав книгу и проникнувшись. Вот, было и на agile days, и у тестировщиков. Вот, сейчас на разных конференциях. Вот, так что смотрите, это на сайте есть. А так подумайте, какая культура у вас в проекте. В общем, не обязательно она должна быть последней. Если компания жестко работает на аутсорсе, и у нее бизнес-модель строго выполнить требования, получить деньги, небольшие, потому что выигрывая тендер, их скинули, зато потом много отжав денег за доработки и адаптации, то вот им культура agile и сразу сделать то, что нужно, означает потерю прибыли и нарушение бизнес-моделей. Это не нужно. Вот, надо понимать бизнес-модель своей компании, своего проекта, и работать соответственно. Ну, или искать другой проект, если в таком проекте не хочется. В конце концов, есть люди, которым комфортно делать по инструкции и выполнять требования, и такие проекты пока тоже есть. И, наверное, еще будут, ну, зачем мучиться и учиться взаимодействовать с пользователями. Вот, либо наоборот. Вот, все. Пока не думают над вопросами, я повозмущаюсь, просто не обиделся очень сильно. Я всю жизнь, всю, с 92-го года командую сервисной компанией, той самой, которой это не надо. И тем не менее, когда я еще задолго до секра первый раз выступал евангелистом экстрим-программем, еще скрам не родился. В 2002 году я был лектором, адвокатом, там, евангелистом, что нужно, вот это жар, это правильно, это верно, это хорошо. Меня кидали стульями и говорили, вместо того, чтобы делать свою работу, ты хочешь заставить заказчика с тобой заниматься требованиями. Так что, вот, я со всем, я тебя очень люблю, со всем согласен, но тут я не могу не возбудиться. Хорошая, серьезная аутсорсинговая компания, как правило, идет впереди, на самом деле, всех остальных в плане принятия наиболее эффективных моделей, для того, чтобы твои свои холдеры были счастливы и так далее. Иначе они к тебе просто больше не придут. Экономика простая, ты, может, где-то выиграешь, но ты никогда не будешь масштабировать и растить свой бизнес. Это первое замечание. Я даже не хочу комментариев на это. Ты не имеешь права не согласиться. А вот по поводу, вот, вот, а вот... А более интересно... Там есть разные, хорошие и другие. А что касается, ну, вот то, что касается, как бы, вопроса, мне интересно бы твой комментарий послушать, относительно этих двух последних мужиков. Дело в том, что с Джеффом Сазерлендом, да, который, ты знаешь, да, что мы с ним там приятели, и мы много вместе что-то делали. Так вот, там у тебя 13-й год стоит, а я помню, мы там еще в седьмом году с ним выступали в Нью-Йорке и обучали людей, как бы, вот этой идеей, она не называлась, как у тебя, она называлась по-другому. Мы говорили о Fixed Price Agile, да, что, в принципе, я даже не понимаю, в чем разница между вот этими двумя парнями. То есть мы тогда уже говорили, да, вот, мы понимаем ценности заказчика, понимаем, что у него есть бюджет, что у него есть время, мы максимально его там привлекаем, общаемся, мы делаем счастье, мы учим нашего заказчика работать с бэклогом, мы ему говорим, что если у тебя изменились приоритеты, но не нужно менять бюджет, давай что-то выпрось, мы будем заниматься приоритетами. Я, честно говоря, не почувствовал разницу. То есть, возможно, речь идет о каком-то другом скраме, который по букву прописан, но если скрам по душе, как у Джеффа на сайте, то мы вообще-то вот как работали, так и работаем. Скрам, конечно, по душе, как у Джеффа написан, именно у него настоящий скрам. Важно другое, что вот тогда стейкхолдер не ставил перед айтишниками, продуктовиками, например, задачу. Я хочу, чтобы моя доля нашего продукта вот в том сегменте рынка увеличилась на 30%. Доработайте продукт вот так. Он выписывал бэклог. А вот теперь они вот так ставят задачу. Или ставят задачу, сделайте совместно с логистиками, измените систему так, чтобы склад пережил этот пик завоза, потому что у нас продажи выросли так, что мы заказали столько товаров, что наш склад, мы точно знаем, не успеет их принять. И они вот придут через два месяца, у вас дедлайн, грузовики едут. Пароходы плывут, потом поедут грузовики. И надо вот сделать, чтобы он пережил. Вот таких постановок задач тогда не было. Тогда айти было внутри. В этом разница? Согласен. Тогда мы их учили, теперь они уже это ожидают. А теперь, да, научились и ожидают совместной работы. Еще? Все? Вот там вопросы. А можно продолжить дискуссию и реплику? Да, вот тоже, коллеги, совершенно прекрасно все, что вы говорите. По поводу как раз идти впереди. То есть сейчас мы общаемся с клиентами. Вот это вот все, скажите, какие у вас проблемы, никто вас слушать не будет. Все будут говорить, покажите ваш продукт. Времени нету. То есть клиент, он очень конкретный стал. Сейчас очень много стартапов. У каждого стартапа очень много хороших, великолепных продуктов. Они приходят, они показывают, как это работает. И сейчас вот эта микросервисная такая архитектура, да, и вот эта персонализация такой вот своей инфраструктуры айтишной позволяет делать действительно классные интеграционные проекты из конкретных продуктов айти-компаний. То есть и вот последний вот этот вот, такой замечательный, в красных штанах, да, прекрасно. То есть это обязанность каждого. То есть вы должны знать точно, что нужно уже сделать. Вы должны идти в опережение. То есть вы должны приходить с продуктом. А не скажите нам ваши проблемы. Значит, ну, две вещи. С одной стороны приходить с продуктом, а с другой стороны, если у вас партнерство и сотрудничество, или когда вы пришли, то про проблемы не забыть спросить. То есть все осталось. Но вот я вот согласен, что много клиентов ждут вот такого человека. Я еще неприлично, конечно, у Макса время отнимаю, но я просто хочу на этот вопрос ответить. Понимаете, ситуация какая? Вы правы и неправы одновременно. Если вы посмотрите на ИПАН, в котором 40 тысяч человек народа, там под биллион оборота, они все исключительно занимаются заказной разработкой. Там люксов, там все. Не знаю, то есть я скромный, у меня уже почти 600 человек, а огромное количество открытых позиций мы занимаемся заказной разработкой. То есть на самом деле количество, как ни странно, несмотря на все эти модульные вещи, количество желающих сделать что-то, особенно стартапы. У меня есть несколько стартапов на содержании. Мы у них виртуальное СТО. У них есть гениальная идея. Они бизнес-девелопер, но они уны программ программировать. И они ко мне идут, и мы с удовольствием сотрудничаем. Понимаете? Поэтому то, что вы сказали верно с другой. Вот эту часть я модельки отверну, а другая часть модельки верна. Вот чего они ждут от меня сегодня, в отличие от того, что было раньше. Это не то, что я начинаю рисовать там юзер-стори и все сначала. Они хотят, чтобы я им сказал, так, погоди, вот это писать не надо. Вот тут есть хороший open-source. Вот тут есть решение готовое. То есть я выступаю у тебя интегратором. Я действительно, как Макс правильно говорит, я понимаю твою проблему, и мы вместе ее решаем максимально эффективным способом. Не с целью, как он сказал, надо жить побольше денег в кармашек, а потом сказать, давай еще позаказывай. А с целью максимально быстро решить. Но в принципе индивидуальное программирование вообще не собирается умирать, несмотря на предсказание, уже сколько я там, 30 лет этим занимаюсь, и 30 лет слышу, что сейчас вот кубики, лего, все вы будете не нужны. Ровно все нормально. Спасибо за доклад. Интересно было послушать, многое зацепило, вплоть до дифференциации по цвету штанов. Но если позволите, комментарий такого вида. Мне как-то дошло при виде какого-то очередного, как юзеру, автомата электронной очереди, что это какой-то срам биска. И что я бы такого не сделал по одной простой причине. Привык, не знаю, как, может, с детства, что я что-то делаю, а как это будет тому, кто это принимает? То есть, если я это сделаю, вот этой табуреткой будет пользоваться моя мама, а табуретка под ней развалится. Уже программистом понял, что не только как мне сделать, как нам, как в конторе сделать, а как тем, кто это принимает, это сопровождать, и как тем, кто у них будет этим пользоваться, их же люди внешне. Вот если это буду я или мои родственники. Да, это очень помогает. Очень правильно. Этот фокус, он есть. Ну, я его упустил. Но вот DevOps отчасти оттуда и многое другое, вот ориентация на end-юзера. User experience весь оттуда вырос. Да. Спасибо. Спасибо. Так, все. Все, все. Все. Я целый день пытаюсь в секции вопросов приближать, чтобы купли забросили. Все время опаздываю. У меня были столько заготовленных шуток, например, вот для квантова и про кубит. Все, мы вас сожрал, да? Ну, кидай, кидай. Ну, кидай. Ага, спросит. Давай, последний вопрос, отценились. Вот, вот. Не есть его. О, Коль. А, на самом деле, вот очень интересно, что индивидуальная программира собирается, они не собираются умерать. Я как раз хотела, такой провокационный. А вот когда действительно наступит, будем говорить, когда вот это прекрасное или отвратительное будущее, когда у нас будет мир единых платформ, там какой будет проектный подход, к твоему взгляду? Это просто, как вы говорите наступит. Спасибо большое. 40 минут следующих после всего этого вопроса. Видишь, у меня было первое липраво ответа. Там все будет сложно. В этом новом мире DevOps будет заниматься UX, да? Я так понял, Макс, твоему ответу. Я не хочу жить в этом мире. Нет. Вот этого не будет. Каждый занимается своим, но могут быть люди, которые занимаются темы другим. А как же автомото-билокута, телерадио? Это Linux-разработчики, не слушайте их. А это когда у тебя 20 троллей в Амблуа, Левенчука. И ты не сливаешься ни с какой, а переключаешься, сознательно между ними. Только греешься сильно приятно. Мне очень сложно, Макс, простись. Я делал успешные проекты без Рупа, с Рупом, по Аджайлу. И есть подозрение, что если вы не умеете готовить кошек, отойдите. Потому что те, у кого не получалось сделать по Рупу, по Аджайлу тоже ничего не сделают. Как говорила Эвер Джекобсон, единственная проблема внедрения Рупа была в том, что идиоты брали книжку и пытались сделать ее, вот мягко говоря, без мозгов. И вот та конструкция, которая сейчас отлично работает в виде из уст в уста передачи воздушно-капельным путем, когда приблизительно половина клиентов Аджайл Коучи погибают на кладбище. Это одна из лучших способов передачи технологии. Если бы Аджайл передавался так же, как передается Руп без Коучи, а на основе тех 25 томов эпистолярного жанра, простите, я очень люблю классиков, но про Аджайл написано в 10 раз больше, в 10 раз непонятней, и на основании книг это ничего не работает. Вот поэтому как бы фу-фу-фу быть таким, надо делать прогоны. Нет. Нет, что значит нет? Нет, значит нет. Это во-первых, а во-вторых, главное человеческий, главное тут человеческий фактор, в том числе и передачи. Воспринять 25 томов книг никто не способен. Это фейл. Надо с Коучами работать правильными, с Сазерландом. Барантики выражать, Сазерланд? Да. Сазерландом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.